С завершением отопительного сезона в Апатитах увеличилось количество звонков от жителей с сообщениями о холодной воде из горячего крана. Сейчас в квартиры потребителей она поступает по летней схеме циркуляции. И в одних домах ее температура соответствует норме, а в других нет. Куда обращаться в таком случае и как повлиять на бездействующую управляющую компанию? Народному рассказали в Апатит Энерго и Управлении муниципального жилищного контроля. В Апатит Энерго пояснили им по каждому дому причины необходимо выяснять в индивидуальном порядке. И начать с обращения в управляющую компанию. Специалисты, которые должны сделать замеры температуры воды, поступающие в теплопункт и квартиру. И впоследствии уже передать эту информацию нашим обеспечерам, которые в свою очередь будут уже отрабатывать все эти, скажем так, обращения. Смотреть, сверяться со схемой, где открыты перемычки, где находится данный дом, с которого поступило обращение. В том числе и то есть. Ну и какие-то мероприятия уже по сетям принимать, чтобы, скажем так, соптимизировать поток и распределение теплоносителя и повысить температуру в данном конкретном доме горячей водоснабжения. Жильцы дома номер 25 на улице Ферзмана – одни из тех, в чьих квартирах температура горячей воды понизилась с окончанием отопительного сезона. Даже после длительного пропуска ее теплой не назовешь. Всего 28 градусов по Цельсию, что в два раза меньше норматива. Обращению в управляющую компанию результата не дали. Жильцы говорят, там больше недели кормят завтраками. Вода холодная, из горячего крана идет. То есть горячей воды, по сути, нет. Ага. Горячего крана. Да, вы уже записывали мой телефон, мой адрес и обещали передать заявку. Вот я хотела бы спросить, что-нибудь... Я подавала заявочку, мне нужно выездить. Я так сразу вам не скажу. Я заявки принимаю и я ей передаю. Если вы сейчас опять позвонили, я ее еще раз приму, позвоню и выездлю, что с вашей заявочкой. Если переговоры с управляющей компанией не принесли результата, собственникам советуют обратиться на горячую линию управления муниципальной инфраструктуры, муниципального жилищного контроля городской администрации. После вмешательства ее сотрудников коммунальщики будут обязаны принять меры. Более того, если ненадлежащее качество горячей воды подтверждено актом, собственник вправе оформить перерасчет. Как это сделать, тоже подскажут специалисты горячей линии. После получения обращения мы направляем запросы в Апатит Энерго, в Апатитскую ТЭЦ, в управляющую организацию, для выявления причин данных отклонений, проведения замеров. И после чего просим направить нам акты этих замеров. Чей участок, тот и должен как-то наладить эту систему. То есть где идет сбой, почему все-таки некачественно предоставляется услуга. А впереди очередные отключения горячей воды. Испытания тепловых сетей в различных частях города пройдут в три этапа. С 29 по 31 мая, с 31 мая по 2 июня и с 5 по 7 июня. После прогнозируют ресурсники, жалоб на некачественное горячее водоснабжение должно стать меньше. Продолжение следует... Продолжение следует...